Здравствуйте дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Параквариумистика и в этом видео я хочу вас познакомить со светильником от компании Акваэль. До того как я поехал на выставку Парк Зоу в этом году, я уже знал, что у компании Акваэль появился новый светильник, вот такой вот Акваэль Леди Смарт. И одна из моих важнейших задач, которую я перед собой поставил, это как раз таки познакомиться с этим светильником поближе. Найти специалиста из компании Акваэль, чтобы он поподробнее об этом светильнике рассказал. Именно этот фрагмент я и заснял и именно этот фрагмент я хочу показать в этом видео вам, поэтому усаживайтесь поудобней и приятного вам просмотра. Здравствуйте дорогие друзья! Я здесь на выставке Парк Зоу в компании Акваэль я впервые познакомился поближе с светильником, который называется Леди Смарт. Я о нем очень много читал, изучал его в интернете, но сегодня здесь я с ним познакомился ближе, то есть я его потрогал и Александр мне помог узнать его, что это за светильник, для каких аквариумов он подходит. Давайте он вам сейчас все это дело расскажет. Ну давайте взглянем тогда на этот светильник поближе. Они у нас установлены на двух шимсетах, они входят в новый комплект шимсет D&D Night. Внешне они не изменились, да? Мы видим, что они точно такие же, как светильники Smart 2. То есть для неискушенного, что говорится, зрителя все осталось по-прежнему. Изменилась начинка. Здесь у нас дневной свет, как вы видите. Здесь у нас освещение ночное. Та же самая система переключения, что и на Lady Tube D&D Night. Все то же самое, те же режимы. Можно установить такой аквариум в детской комнате, чтобы детям было, так сказать, спокойнее засыпать. Что про него можно сказать с точки зрения техники? Давайте лучше возьму более... Мне вот это больше нравится. Значит, что у нас внутри, под корпусом? Под корпусом у нас 50 тысяч часов горения гарантийных. Напоминаю, что на всю технику компании Aquael, из которой торчит провод, как у нас говорят наши польские коллеги, 2 года гарантии. На клеевые швы у нас гарантия год, как и у всех производителей. А на технику гарантия 2 года. Значит, 50 тысяч часов горения и 650 люмен в этот светильник выдает. Его можно устанавливать на аквариумы до 40 литров с простыми растениями, то есть с нетребовательными растениями. Если у нас растения более требовательные, то таких светильников понадобится 2. Что еще хорошего можно сказать? Устанавливаться максимально просто. То есть никаких винтов, никаких специальных приспособлений. Обычная вот такая вот прищепочка. Давайте я ее сниму. Вот мы ее сняли. И ставим ее на место. На толщину стекла до 4 миллиметров. Вот эта прищепочка у нас подходит. Здесь у нас, я думаю, что многие видели более старшие модели, вернее, более старые модели этих светильников. Там была достаточно долгая эволюция, пока шло все это к светодиодной матрице. У нас сначала были люминесцентные светильники такого вот форм-фактора с отдельными отражателями. Потом появился светильник с одной диодной полосой. И сейчас для того, чтобы освещение было более равномерно, покрывало большую площадь дна, у нас светодиоды расположены вот так вот в шахматном порядке. Это позволяет осветить большую площадь дна и исключить зоны затенения там, где нам это не нужно. Потому что иначе у нас растения не будут получать должного светового, скажем так, питания. Если кто-то очень любит разбираться в спектрах, да, смотреть, что как, компания Квэль прикладывает, соответственно, спектрограммы на каждый из режимов работы. Соответственно, вот дневной, рассвет-закат наш и ночное освещение. Частый вопрос, почему у нас, в отличие от естественного освещения, не поднят зеленый пик. Дело в том, что если мы поднимем, он фактически не видим и глазу не заметен. То есть его просто можно смело исключать при изготовлении светильников для аквариумов. Есть также у нас два решения цветовых. Есть, соответственно, как вы видите, черный и есть белый. Можно выбрать под любой интерьер, под любое дизайнерское решение. Все для вас. Для каких аквариумных растений непрекотливых подойдут эти светильники? Подойдут папоротники. Ну, папоротники, в принципе, не любят яркого освещения. Большинство из них. Анубиасы хорошо живут. Некоторые, некоторые буцефаландры. Потому что многие буцефаландры любят яркий свет. А из таких привычных, ну, пожалуй, Кабомба подойдет. Подойдет, дай бог память, Перестолистники. Вот тот у нас есть красностебельный в том аквариуме. Ну, на самом деле, все то, что можно купить в обычном аквариумном магазине. То есть, если мы хотим что-то красностебельное, типа вот Людвиги, да, Ратал красных, это все лучше ставить больше света. Здесь у нас выставочный образец. Поэтому здесь, если бы я ставил это где-то в комнате у себя, я бы поставил еще один светильник. И постарался бы же поставить такой же светильник, только спектроплант. У нас есть Дэнд Найт, есть Плант. Я думаю, что вы помните, да, Плант специально для растений. У него в составе белые, синие и красные диоды, как раз для усиления фотосинтеза. В принципе, что еще можно предложить? Бакопу Каролинскую из длинностебельных растений, ну, как длинностебельных, относительно длинностебельных. У них где-то такой вот длинный стебель. Вот тут она сидит спокойненько себе и не требует регулярной стрижки. Прямо чтобы, в отличие от той же К-бомбы, которая приходится стричь ну раз в неделю, если ей все нравится, здесь все несколько проще. Как вы уже поняли, у данного светильника есть три режима. И сейчас мы на них посмотрим, именно в помещении, где свет выключен, как это будет выглядеть. Но перед этим я хотел бы вам сказать о том, что спектр также будет меняться. Здесь, как видите, в любом режиме из трех, в любом случае будет пик синего, синего и синего. А вот остальные уже спектры будут, конечно, отличаться. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть при выключенном свете. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, спасибо, что были с нами. Спасибо, что посетили, пусть и виртуально, стенд компании Акваэль. Спасибо Дмитрию за его вопросы. И ждем вас в нашем интернет-медиапространстве на канале Параквариумистика и в социальных сетях компании Акваэль. Всем пока! На этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. До встречи в Инстаграм Параквариумистика. Ссылка находится в описании под этим видео. И, кстати говоря, если вы не видели отдельное видео про свет в целом, как правильно его выбирать, подбирать, есть отдельное видео. Ссылка сейчас находится в правом верхнем углу. До встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok